Друзья, всем привет! После небольшого перерыва мы с вами продолжаем предыдущее занятие, и мы делаем сегодня телегу к нашему замечательному трактору. Так вот наш трактор, который мы сделали в тот раз. Сегодня нам потребуется сделать с вами следующее. Крюк на заднюю часть и, конечно же, телегу. И тогда мы сможем отправляться на дачу. Ну что ж, продолжаем под ту же музыку и поехали! Так, для изготовления телеги нам потребуется точно такая же планка, из которой мы делали основание для трактора. Вот то, на чём крепится кабина, то, на чём крепится капот. Вот такое вот основание. Вот видите, это одинаковые детали. Либо взять для телеги чуть деталь потоньше. Вот для сравнения, видите, она гораздо тоньше. В принципе, можно такое. По ширине они должны быть либо одинаковые, либо телег должны быть чуть меньше или чуть шире. Это не важно. Также нам понадобится следующая планка для того, чтобы вы поняли её размер. Вот, она чуть меньше, чем основание для телеги. Эта планка у нас будет крепиться как такие бортики для того, чтобы сбоку не вывалился груз. То есть мы будем пробивать эту планку сбоку. А планка, которая будет служить у нас перекрытием, она чуть меньше. Ну и, конечно же, нам понадобятся наши тонкие палочки, без которых мы никогда практически не обходимся. И, возможно, кусочек вот от такого штапика. В принципе, всё, можно начинать. Прежде всего, нам нужно понять, какой размер телеги у нас будет. Если трактор у нас 10 сантиметров, исходя из прошлого урока, телегу можно сделать чуть поменьше. Она пусть будет 7. Вы отмеряете 7 сантиметров. Как всегда, закрепляете крепко зажимом, чтобы ничего у вас не шаталось. И отпиливаем сегодня вот эту тонкую деталь. Сегодня отпиливаем вот этой маленькой пилой. Ну, заработаю. Так, у нас получилась такая деталька. В принципе, вы можете сегодня сделать даже две телеги. Вы делаете по моему видеоуроку сейчас одну, и постарайтесь сделать две. И тогда у вас потом будет ещё здесь и вторая. И вот у вас получится такой трактор особо гружённый. Итак, как всегда, зачищаем все острые края. Дальше объясню, что делать. Друзья, после того, как вы зачистили все края детали, нам нужно сделать с вами ограждение спереди и сзади. Для того, чтобы груз, который вы везёте, просто не выпал. Для изготовления ограждения, которое у нас будет крепиться вот спереди и сзади, вот так, мы должны с вами взять планочку поменьше. На видео понятно, что она меньше. И отмерить от неё ту ширину телеги, которая у вас есть. Вот у меня, допустим, ширина телеги 3,5 см. Если вы взяли, к примеру, другую планку, из которой вы делаете телегу, то она может быть, конечно, чуть шире, допустим. Вот это 4 см, да? То есть, исходя из того, какая у вас ширина телеги, вот, у меня, допустим, ширина телеги вот 3,5 см. Вот, такое нам и нужно ограждение сбоку. Ну, чтобы было более понятно, вот я отметил. Значит, первое ограждение, оно у меня, видите, соответствует ширине телеги. Ну и, соответственно, второе, которое будет здесь тоже. Вам нужно, как всегда, закрепить зажимом и отпилить также маленькой пилой. Вот этой вот. Проверяйте, чтобы не шаталось. И ровненько по линии отпиливайте две детали. И, конечно, потом зачищайте на шкурке. Итак, у нас с вами получились два ограждения. Они зачищены уже полностью. Сейчас единственное, что нам осталось, это прибить их сбоку. Здесь первое, и здесь прибить второе. Как это сделать? Ставите снизу две точки. Здесь и здесь. Ну, отступите от края там по 5 мм. И здесь тоже миллиметр 3 может быть. Отступите. И на другой точно так же планке. Снизу две маленькие точки. Вот в эти точки вам нужно прибить такие маленькие гвозди. Размер каждого из них примерно совсем маленький, 15 мм. Это самые маленькие гвозди, которые мы используем из нашего отсека. Я напомню, что здесь у нас самые маленькие, здесь чуть больше, еще большие, самые большие. Разница между ними практически 5-7 мм. Поэтому сейчас мы берем гвоздь, ставим и пробиваем так, чтобы снизу показался слегка кончик на всех четырех точках. Итак, посмотрите вид сверху и вид снутри. Сверху должно вот так выглядеть, а изнутри должно получиться вот так. Видите, совсем тонкие кончики появились. У вас должны были получиться вот такие две детали. Итак, как вы уже догадались, сейчас каждую из них мы ставим вот так и прибиваем. Соответственно, прибивать нужно, конечно же, по-другому. Для этого вы ставите деталь, из которой состоит сама телега вертикально. Сверху приставляете уже с гвоздями вот это ограждение и просто добиваете сверху гвозди. Так, смотрите внимательно, как это выглядит. Ставите вертикальную деталь, из которой стоит телега, ставите ограждение сверху и просто поднимаете сверху гвозди к концу. Вот точно так же вы должны сделать и с этой стороны, точно таким же образом. Так вот, у вас должна была получиться вот такая вот фигура. Сейчас самое интересное. Мы должны с вами сделать основание для колеса, то есть такую специальную перегородочку, на которой будут держаться колеса. Для этого вы берете вот этот штапик, отмеряете от него, отмеряете от него такое расстояние, которое у вас соответствует ширина телеги. Вот, у меня три с половиной. Значит, штапик должен быть, покажу наглядно, вот, от края до края, значит, он у меня должен быть три с половиной. У кого вот эта деталь шире, ну, там, четыре, значит, мы четыре пилим. Вот, я пилю три с половиной, потому что у меня ширина вот этой детали три с половиной. Так вот, у вас должна была получиться вот такая деталь. Она у нас будет крепиться снизу, вот так вот. Она у нас будет располагаться к одному краю, и на ней будут крепиться наши колеса с одной стороны и с другой стороны. Итак, как же ее прикрепить? Вы отступаете от... вы ставите ее сверху, отступаете от края, расстояние небольшое, ну, примерно два сантиметра полностью от края. Не от края тележки от ограждения, полностью отступаете около двух сантиметров. Дальше проводите линию, где должна у вас крепиться эта деталь. Вот. Итак, теперь вы ставите на эти метки и просто-напросто приклеиваете горячим пистолетом, ставите две точки клея и сверху прижимаете. Так вот, я приклеил. Это выглядит вот так. Вот теперь на эти места мы должны с вами прибить вот такие колесики, как на тракторе. Мы сейчас подумаем, какое это будет большое или маленькое колесо. Но перед этим мы с вами должны сделать еще ограждение. Бывают двух видов. Либо можно сделать из веревки, либо можно сделать при помощи тонких палочек, как для лестницы на тракторе. Как это делать? Смотрите. Если вы делаете из тонких палочек ограждение, для того, чтобы там не вывалилось сено, нам нужно будет приклеить одну сюда, более пониже, другую более повыше. У нас будут вот такие вот два поручня. С другой стороны мы перевернем и сделаем точно так же. Здесь и здесь. Если вы делаете веревки, то вам необходимо просто прибить гвоздик вот сюда и гвоздик вот сюда. Так же с этой стороны и с этой стороны. Четыре гвозди вам нужно сделать, как на катамаране. Помните, мы с вами делали катамаран. Мы также прибили гвозди, а потом наматывали на них веревки. Тоже можно сделать и на телеге. Если вы прибьете гвозди, то потом просто обвяжете это веревкой. Но мы сделаем сегодня из палочек. Как это делать? Для начала вы ставите один край с самого края телеги, другой край просто замеряете, где у вас получилось окончание. Посмотрите, вот я замерил. Один край у меня с этой стороны, другой край отмечен. И таких вот ограждений нам нужно два суда и два с другой стороны. То есть вот таких вам нужны четыре. Откосывайте кусачками. Как обычно, вы смотрите линию, ставите на них кусачки, откусывайте вот так вот. Все. И вам нужно таких сделать еще три. Что ж, у нас получилось четыре ограждения. Теперь что мы делаем? Одинаковое ограждение, кстати. Вот. Теперь нам нужно что сделать? Поставить точки там, где они будут находиться. Так, отмечайте карандашом, как я уже это сделал. Вот. Сначала нижний уровень, потом верхний уровень. Теперь мы идем к клей-пистолету. Вы берете клей-пистолет, наносите сначала нижнюю. Здесь каплю ставите и здесь. На тех метках, которые вы отметили. Берете теперь один из поручень. Они все одинаковые, любой по размеру. И просто держитесь за центр и прикладываете первое ограждение. Раз. Точно так же делаем второе. Наносим клей. Берем ограждение. Посерединке нужно брать. И аккуратно, параллельно старайтесь делать красиво. Чтобы у вас расстояние между ограждениями было везде одинаково. Вот. Так же и с другой стороны. Так, ну что же. У нас потихоньку вырисовывается уже очертание телеги. Вот. Я, видите, сделал так же ровненько и с другой стороны. Вот, видите, они полностью параллельные линии все. Вам нужно делать это действительно аккуратно, чтобы было все красиво. Теперь наша задача приделать колеса. Для колеса я решил взять такие же маленькие размеры, как и переднее колесо для трактора. Ну, чтобы было как-то симметрично. Трактор будет стоять здесь. Переднее колесо трактора, оно будет точно такое же, как и заднее колесо для телеги. Сейчас, как обычно, на специальном креплении, которое вы можете подумать, что оно странное, на самом деле нет. Мы ставим точку посередине. Вот. Берем самый мелкий гвоздик, вставляем его в колесо. Ну, если у вас сейчас нет колеса, вы можете использовать хоть веточки напилить, и у вас получатся такие вот колесики. Неважно. Главное просто научиться. Декорировать всегда можно успеть. И сейчас нам нужно поставить колесо вот на эту планку и просто прибить, так, чтобы гвоздь вошел вот в эту точку тоже. Начинаем прибивать. Ставим. Придерживаем просто за колесо и прибиваем. Итак, друзья, смотрите, я прибил первое колесо. Вот так оно выглядит. Напоминаю, что оно должно было быть прибито не до конца. Вот, видите, оно может так шататься чуть-чуть, крутиться. Теперь точно так же делаем и с обратной стороны, вот здесь. Вот так же ставим точку посередине. И в это место нам нужно будет забить так же гвоздь, поставить его в колесо. И вот так вот, вот этим местом, вот таким образом, вот так вот забить колесо. Ну вот, в принципе, у меня получилось. Я надеюсь, у вас тоже там при помощи родителей или друзей так же может получиться. Вот так это выглядит. Чтобы она не падала, мы сейчас сделаем спереди крюк такой, который будет цепляться за трактор. И, как я говорил на прошлом уроке, мы сзади трактора так же сделаем крючок. И у нас это будет вот так вот цепляться. Приступаем. Итак, дорогие друзья, смотрите, сейчас нам нужно приделать с вами сзади трактора крюк. Находите середину, центр. Вот здесь, центр. Нам надо прибить гвоздь наполовину, а потом загнуть его. И получается буквой Г вот так загнуть. Вы берете небольшой гвоздь, примерно 25 мм. Ну, до 3 см, не больше. Больше это будет перебор. И теперь вот этот гвоздь нужно прибить наполовину. Вот как раз я щипцами держу до половины, а вторую половину мы загнем наверх. Что нам надо сделать дальше? Я думаю, нужно попросить родителей вам помочь. Вообще, по идее, нужно взять щипцы и вот так вот загнуть. Посмотрите. Загнуть вот так вот наверх. Получается такой фаркоп, скажем так, как у машины. Видите, да? Что касается телеги. Нам на телеге нужно сделать наоборот. Вот в этом месте нам нужно сделать такую скобочку. Ну, такой полукруг. Вот такой. То есть, будет такая скобочка, за которой мы будем цепляться на этот крюк, который на тракторе. И так, для этого вам нужно прибить тот же гвоздь, как и на тракторе. На половинку. Только не посередине, а чуть-чуть в сторону. Видите? Не посередине, а чуть в стороне. И теперь нужно сделать очень сложные движения. Во-первых, нужно откусить вот эту вот шляпку. Это здесь, сзади наших пассатиш, находятся такие типа ножницы. Вот, благодаря им мы сейчас можем откусить эту шляпку. Оп. Все. Ее нету. Даже звук был, как она упала. Все. Гвоздь опять острый стал сверху. Теперь нам нужно сделать очень сложные движения. Я думаю, что это вам должны сделать родители, ну или кто-то из старших друзей. Нужно вот так загнуть гвоздь, чтобы получилась вот такая вот скобочка. Вот видите? Я загну, и получилась такая скобка. За нее как раз можно цеплять крюк, который на тракторе. Если у вас не получилось, ничего страшного. Это действительно очень сложно сделать эту петлю. Как правило, я всем помогаю на уроках. И поэтому рекомендую вам просто сделать даже веревочку. Вот такой полукруг. Приклеить веревку один кончик здесь, другой здесь. И у вас получится такая веревка, которую вы можете легко зацепить вот за крюк нашего трактора. Ничего страшного. Сможете это сделать и сами. Другими словами, вы просто берете маленький кусочек веревки, приклеиваете его вот в эти точки, которые я чертил. Вот так. И у вас получается все то же самое, только не из железки, а из веревки. Когда вы приклеите веревку, у вас будет, ну, не железка, а вот такая вот веревочка, которую можно действительно легко зацепить за трактор. Не переживайте, это действительно очень сложно сделать такую петлю из железа. Поэтому просто приклейте веревку с обратной стороны. Итак, у нас финальный этап. Осталось просто торжественно подсоединить нашу телегу к трактору. Вот таким вот образом. И все. И у нас действительно все. Трактор едет. Телега у нас регулируется за тем, как ведет себя трактор. У нас все получилось очень классно. Осталось, как всегда. Как вы помните на видео на заставке, у нас у телеги, конечно же, были ступсигнальные огни. Вот здесь вот. Конечно же, нам нужно раскрасить поручни. Ну, может быть, написать какое-то название. Действуйте. Я тоже постараюсь что-то придумать. Ну, с фантазией у меня сегодня что-то как-то не особо пошло. Я ее просто сделал такую под старину. Как будто с потертой ручки. Обязательно сделал фары. Вы можете сделать как будто грязь на колесах там подкрасить. Да, и, кстати, фары нам нужно еще залить. Сделать их объемными. Клеем. Так, ну вот, я подклеил фары. Смотрите, какие они сразу стали объемными. Рекомендую вам сделать точно так же. Ну что ж, вот такой у нас получился интересный, интересный проект. Вот такой вот трактор. Самое главное, не забывайте декорировать, не забывайте добавлять тона, не забывайте добавлять свои какие-то идеи. Я могу вам дать только пример. Если вам было на этом уроке интересно, надеюсь, вы узнали что-то новое. Пусть было сегодня сложно, но оно того стоит. Поверьте. Мы ждем более лучшую погоду, и я надеюсь, что скоро мы будем проводить наши уроки опять у меня на даче. До новых встреч! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok